Из 80 участников зимней спартакиады из различных регионов России 10 конькобежцев представляли Тверь. Лучше из 80 человек у нас было 13 место. Занял это Валерий Кузев, мой воспитанник, занимается он 5 лет. В этом году в Коломне он выполнил норматив кандидата в мастера спорта и продолжает участвовать. Остальные тоже у нас не последние, далеко не последние места. В сущности из 8 команд мы заняли 5 место. Для нас это, конечно, замечательно. Еще бы, результаты просто очень и очень неплохие. Удивительно, что вообще такое случилось. Известно, что у тренеров и воспитанников отделения конькобежного спорта «Стюшор» имени олимпийского чемпиона, нашего земляка Юрия Михайлова, с некоторых пор нет льда для тренировок на привычном за многие годы месте стадионе «Юность», где как раз испокон веков и базируется спортшкола. Здесь теперь поле предназначено исключительно для воспитанников второго отделения этой же школы футболистов. В связи с тем, что на поле, где раньше, на футбольном поле положили новое покрытие, и одним из условий получения, то есть дорогостоящее, стоит оно 9 с лишним миллионов рублей, одним из условий, которые нам вызвала Академия футбола, было то, что там не будет заливаться лед. Поскольку там уже конькобежцы не смогут кататься, у нас было принято решение в любом другом месте, где это возможно. Вот это наша боль, конечно. То есть стадион «Юность» всегда принадлежал конькам. То есть там соревнования проводились, но я еще не была, уже проводились, то есть на 50 лет. То есть там был выращенный олимпийский чемпион нашего города Юрий Михайлов. То есть заслуженный тренер там всю жизнь работал, честной. И Рэм Павлова до сих пор работает. То есть она и сама выросла там. То есть это наша боль. То есть в этом году у нас практически отняли стадион, лишили нас базы. То есть практически у нас сейчас негде, негде тренироваться. Кто где находит место. И что поразительно, находят. Залит лед и сделаны конькобежные дорожки на стадионе «Текстильщик». Выкуплено время для тренировок в спорткомплексе «Юбилейный». Конечно, не без участия и помощи Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Кроме того, мы запланировали в нашей школе аренду других ледовых катков. В том числе в Москве, Крылатской и некоторые другие, где занимаются специализированные школы. То есть наши спортсмены, в том числе, скажем так, ездят на подкатку, но, скажем, в более сильные школы конькобежного спорта, которые находятся в Москве, Московской области. Ну вот у меня муж залил еще на базе в Мамулино. То есть там он нам сделал достаточно большой каток, вот как хоккейная коробка, даже больше. То есть малышей я ращу там, а уже сюда увожу сильных. В отделении конькобежного спорта занимается более ста человек. Воспитывают их всего шесть тренеров, из которых один завуч, другой старший тренер, а так называемых рабочих получается только четыре. Ребята и девчонки настолько увлечены коньками, что, несмотря на все неурядицы, например, такие цели кажутся реально достижимыми. «Попасть на чемпионат мира и выиграть там первые места все завевать. Я занимаюсь уже пять лет, мне нравится из-за того, что красивый вид спорта, для здоровья полезен. И мне нравится, потому что там условия, плохих условий, льда мало. Иногда вот в Москву ездим один раз в неделю, вот так-то. Я уже занимаюсь, ну, четыре года, пятый год пошел. Вот, ну, вообще интересный спорт и ребята хорошие. Ну, интересно такое, на соревнованиях очень интересно. Только, ну, мало льда, негде кататься. В будущем мне бы хотелось лучших результатов, хорошего льда и, ну, условий хороших. В ближайшее время мы проведем переговоры с одной из компаний. Они должны приехать к нам сюда, в областной центр, для того, чтобы решать вопрос по строительству конькомежного центра. То есть, если их удовлетворит место строительства, то тогда, я думаю, что в ближайшие два-три года у нас будет линкобежный центр. Ну, это будет все-таки, наверное, коммерческий проект. Но нам главное, чтобы был лед. Главное, был лед. Деньги для того, чтобы готовить детей и спортсменов для российских мероприятий соревнований в областном бюджете мы всегда найдем. Конечно, рано или поздно так оно и будет. Главное захотеть, только по-настоящему. Но еще чуть-чуть кому-то терпения, кому-то усилий приложить, да находчивости проявить. Будут и условия, и лед, и результаты, соответственно. Ведь это было когда-то, и не очень давно. А может, все-таки восстановить легче, чем совсем потерять, а потом хвататься за голову и заново строить то, что так просто разрушили. Спасибо за внимание.